Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме, на которую вы задавали вопросы. Вопрос был такой. Ольга Викторовна, вот скажите, какой на ваш взгляд самая скучная поза в сексе? Поэтому давайте сегодня разберемся, вот какая же поза действительно такая вот прямо скучная, да? Что вроде бы есть секс, а вроде бы его и нет. Поэтому обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Если вы еще не подписаны на мой канал, я вас всех приглашаю подписываться. Не стесняйтесь, пишите ваше мнение, задавайте вопросы. И действительно, ваши вопросы бывают настолько интересные, что в следующих видео мы обязательно их обсудим. Ну что, здесь хочется как прокомментировать данный вопрос. Самая скучная поза. Действительно, вопрос такой достаточно интересный. Какая же эта поза может вызвать вот такую скуку, да? На мой взгляд, любая поза, нет, не любая, давайте будем говорить не так. Во-первых, вообще считается, и многие женщины, кстати, женщина многим не нравится, поза это как раз таки, как я уже говорила, в колено-локтевой позе, когда мужчина находится сзади. Да, то есть женщина находится в колено-локтевой позе, мужчина находится сзади. Вот эта поза не нравится женщине, особенно, когда эта поза одна из первых вообще при половом контакте, что вот половой контакт начинается и начинается именно с этой позы. Вот женщинам эта поза, скажу вам по секрету, крайне не нравится. И многие женщины говорят, господи, я стояла и думала, когда же это все закончится, да? Ему все хотелось и хотелось, и половой контакт длился очень долго, и этот секс был, который вообще никогда не прекращался, да? Я уже вся измучилась там чуть ли, а когда это все закончится, а как мне это все надоело. Да, но вообще, если мы говорим тему, разбираем вообще сексуальности и тему секса, то в принципе без должных эмоций, да, без должной чувственности, без должной подготовки, да, без должной прелюдии любая поза может быть скучной. Когда женщина не получает удовольствие, да, и мужчина. Ну, мужчинам здесь гораздо легче, да, то есть мужчина уже когда возбуждается, понятно, у него появляется эрекция, подъем полового члена случается, и он уже как бы готов. То есть у него все эрогенные зоны уже более-менее стимулированные, да, все, он готов, он готов к половому контакту, он готов, ему как бы здесь легче. То женщинам здесь гораздо сложнее. И почему я всегда говорю про то, что в принципе, да, вот на мой взгляд, самое скучное это вот колено-локтево, особенно если вы с нее начинаете. Ни в коем случае это одна из самых главных ошибок. Никогда нельзя начинать, во-первых, половой контакт без какой-то предварительной прелюдии, потому что вы просто своей женщине не то что не доставите удовольствия, можете даже вызвать какие-то болевые ощущения, да, потому что женщина еще недостаточно возбуждена, у нее недостаточно смазки вырабатывается, у нее не готовы эрогенные зоны. То есть она к этому практически не готова, особенно если там вы часто, да, данные секса, там, любите, да, постоянно. Поэтому здесь крайне важно все-таки подготовить женщину правильно, чем лучше вы ее подготовите, тем более яркие будут эмоции, тем более яркие будет половой контакт. И женщина получит поистине лучший оргазм, да, и лучшее удовлетворение. Это действительно очень важно, друзья мои. И тем более, даже если все вот было, ни в коем случае нельзя начинать именно с колено-локтевой позы, потому что эта поза действительно у женщины вызывает не очень приятные эмоции сразу. Особенно, когда вот вы только начинаете и именно с этой позы. То есть начинать можно с любой, с другой, да, женщина сверху, вы сверху, сбоку, как угодно, на что у вас хватит фантазии, но только не сразу с этой позы. Вообще, у женщины очень интересная чувствительность, и у женщины совершенно существуют разные ведущие эрогенные зоны, что у кого-то это может быть одна эрогенная зона, у кого-то это будет совершенно другая эрогенная зона. И здесь очень важно все-таки правильно подготовить женщину, правильно ее возбудить, и тогда она вам подарит поистине потрясающие чувства и эмоции, да, и поистине потрясающие удовольствия. Это действительно важно, дорогие мужчины, да, если женщины смотрят, я думаю, хоть они, может, и скажут, да, это не так, но в душе это действительно так. И зачем вы рассказываете это? Но, к сожалению, большинство ошибок поэтому и выходит, да, и когда я часто спрашиваю у женщин, там, о причинах расставания, когда знаю, что женщина достаточно долго прожила с мужчиной, там, в отношениях, и тут вдруг случается развод, то наиболее частая причина, это как раз женщина говорит, что я не получаю удовольствие, да, то есть мне не нравится, то есть секс становится обыденным. Вот вам, пожалуйста, про тему нашего названия «Скучный секс», что вроде бы с одной стороны он есть, но он есть для галочки. Ни мне, ни ему он, в принципе, не нравится, ну, или, может быть, ему там чуть-чуть нравится, но я вообще от этого ничего не чувствую, ничего не получаю. И часто, как бы вы ни казалось это глупо, но женщины действительно не получают должного удовольствия, да, и почему они уходят там к другим мужчинам? Ищут других мужчин именно потому, что мужчины начинают с прелюдий, начинают с рассказов, потому что у женщины самая одна из эрогенных зон, это, дорогие мои, уши, а главное слух, то, что она слышит. Вот она слышит и, соответственно, начинает возбуждаться, ей это все очень нравится, да, то, что она видит, то, что она слышит, но слух, безусловно. То есть, именно вот там уже начинаются первые сигналы возбуждения, а дальше, дальше она уже начинает активно, активно, соответственно, возбуждаться и получать удовольствие. Что вы думаете по этому поводу? Очень интересно знать ваше мнение. Обязательно пишите мне в комментариях, если у вас есть вопросы, также их обязательно задавайте. Если понравилось это видео, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал и также каждого из вас я жду в своем инстаграме. Ссылочка под описанием к этому видео, поэтому обязательно переходите, подписывайтесь, делитесь вашим мнением и мы с вами будем чаще общаться. Я вам желаю всем огромного счастья, здоровья и чтобы ваша половая жизнь доставляла вам только положительные эмоции. Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok